ладно начнем обычно раньше как бы люди заранее начинали чтобы это вкатиться и так после титанов что такое это проектом музыкантах что слушай когда был молодым что мне нравились и ну там возрастное ограничение там 14-25 лет и вот ваша группа попала ко мне говорить на ты мне все равно почему-то не на какую-то как удобно да с вами познакомился я услышал меня друзья позвали на концерт и в клубе свалка на концерт и я такой типовый тимошн тимошн а вот эти вышли но мы небо здесь то есть на афише был тимошн дробь небо здесь я такой типа чего вот так я увидел вас и побывал на вашем концерте это было в свалке познакомиться с вами вот в переписке вот перед этим шоу так что так даже начнем тогда с самого начала как как для вас началась вот музыка вообще вся вот сам глобальным мысли и первая ваша группа музыка вообще ну да да ну вот я был детском саду там уходили из хоровой студии выбирали отбирали ли детей которые ну которые подходили по вокальным данным меня выбрали его студию эту и довольно быстро сделали солистом там хоре я пел солистом хоре вот потом там началось сальфеджио все такое я оттуда сбежал спустя там сколько три четыре там пять лет в школе уже я начал делать как группу свою первую вот то есть но получается это в принципе самая сознательно жизнь сейчас мне 46 лет будет то есть всю сознательную жизнь как бы я ну так или иначе музыкой занимаюсь ну и поэзии там я не знаю в детстве писала стихи дедушки там поздравить с днем рождения ну то есть для меня как естественно вот как-то раз в первом классе попросили тоже детей всех написать стихи я написал стих его зачитала и смотрю что-то блин не то повисло как и так и фигня в воздухе ну и а потом я просто учительницами не поверил что это стих сам написала думал что я откуда-то его типа ну как бы подрезал вот ну короче вот так вот то есть будет получать что ну самого раннего возраста музыка она как тут все время супруга ждать моя жизнь на самый первый это еще получается при перестройке дабы при перестройке дабы его самой первой группы ну да кстати вот у меня вот где-то там при как раз вот начал сюда называемый переходный возраст как раз вот попала четко в этот ритм со страной вместе то есть начался это апрельский плену по 85 год был я помню все горбачёв там вот это начал перестройка гласность там новые мышление там вот так и вот как раз идут четко совпало с моим за ним переходным возрастом вот и вот все что дальше было очень на самом деле синхронно и до сих пор я прям чувствую вот эти как бы колебания какая была сам самая первая группа как как вы там просто мы были в школе была радиорубка там была аппаратура откуда-то я уж не знаю этот из-за меня она там появился гитара урала элита барабаны барабаны в детстве заходишь может барабаны я стал на них играть на барабанах мы играем сначала там beatles потом лет zeppelin там ну и так далее ну свои какие песни тоже придумали просто было ну как бы очень интересный на самом деле но для тогда вспоминаю может быть по вот именно по подходу и по как сказать по вот такому творческому как бы отношению но в делу вот вот тогда было самое крутое даже время чем потом там уже даже когда появились там концерты там так далее ну как-то вот такое время был вообще у нас ну мы как так были воспитаны что вот мы что-то делаем там мы это блин делаем так чтобы достичь глубинка посмотреть там даже старые передачи того времени там теле мосты видны что люди будут люди было потенциал сценку это бешеный заряжен они приобразованы они были как бы за ними стояла большая страна за ним стоял большая культура за ним армия флот все вот это за ним стоял и они были вот такие все то есть неважно чем они занимались там были они там панк рокерами там или еще чем они были очень сильно как заряжен ну вот и и мы и мы также то есть вот если мы там слушали за глинта это было правильно на уровне религии то есть ну я не был фанатом но все с кем я общался не просто там бредили этой музыкой ну вот вот так степенно то есть но там один состав там другой состав кто-то приходит кто-то уходит и вот так как всю жизнь случаясь корни заложились здание просто на все эти музыкальные ринге кстати вот сейчас недавно покажем музыкальный телемост это москва-питер посмотрел просто так забавно сейчас все выглядит там какой-нибудь птушник стоит издает супер серьезный год вот это было реально и играли люди тоже они как-то к этому очень как серьезно относились вот не было это расхлябанности они известны не может занимались если там если что-то не умеешь ты просто и никто все и вид не слышат догнали ну вот так было да и и потом добрались вот как выбрать сюда первый концерт какая первая самая концертная группа стала вот мы попали во время когда еще не было ничего то есть вот это но старый после перестройки там был период когда там начался это хэви метал там но вот эти группа ария там черный кофе и так далее они вот уже отстрелялись как бы вот и все схлынуло не клубов не концертных залов ничего уже как бы не было все там люди на митинге ходили очень массово там там не знаю по спасту тысяч человеком иногда там собиралась ли вот на музыкальном вот как бы поприще там как был как бы вообще шаром покатит вот потом потихонечку потихонечку начать появляться какие-то первые клубы того он секс не был клуб на на соколе еще чего то вот а перед этим еще просто пытались сделать концерт в каких-то там дыка там как-то договаривались там я помню были тоже там группы типа чудо юда еще была группа крэк такая там вот мы с ними тоже как-то что-то вместе делать просто этом были всякие трэшеры типа группы кронор вот но арендовали какие-то типа dk и там делали концерт ну естественно это было странно ну в плане вообще то есть ну зрители того момента уже они все как бы тоже переформатировались каким-то образом ну с аппаратом там тоже там не всегда было хорошо вот так постепенно шаг за шагом вот я прям вот просто получилось так что я прям вот вот и до настоящий момент застал все эти этапы но это не как бы забавно но этот интересный раз как там еще куб алябов тут все время вспоминается в передаче вот и вот мне просто интересно как как вот проходили с пути потому что я то время не очень застал то есть я там уже застал дальше когда уже клубов чуть больше стало надо мне просто интересно как это вот было там горбушка да вот эти все это еще и горбушина горбушка был просто этот самый там открылся рынок где все аудиозаписями торговые торговали а концерта начались по-моему попозже и войны право вот именно как 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 концерт это меняться даже это было что вот не было реально не инструментов ничего я помню когда мы делали первый концерт туда там секст они не были уже не компьютеров не принтеров я как маньяк вырезал из газет буквы буковки их наклеивал потом нашел где-то к сервисе отпечатал и вот и клеил там блин клеем каким-то фиши было так странно вот так молодые будущие звезды ходили сами расклеивать ну не знаю звезды не звезда но как бы я знаю что спины сам лично ходил расклеил там так ну да да ну да то есть вот так получается что вот как в этих рабочих профессиях давай сначала человек приходит на станке там точит какие-то детальки потом еще еще и вот так постепенно и ну считается вот такой человек он знает дело ну вот и поэтому иногда сейчас бывает смешно когда там люди рассказывают о своих проблемах а сейчас вот это вот это плохо это группа или я просто смотрю у вас везде значит перевод как тему уже да нет вот ну в школе там была группа одна-то называлась milky way но это там уж когда мы играли бит типа битлз а потом назвать группу восхождение вниз такой оксимарон сначала родились один назвать спуск в небо на подумаешь спуск в небо звучит лишь в двусмысленно мы получать что в принципе тоже ну недалеко это небо здесь недалеко вот от этого оксимарона точно вот это тоже для деплина свинцовый свинцовый дирижабль ну и вот и а тимошин потом вот тимошин где-то как раз начали 90-х просто я одну очередную собрал группу думал как вы назвать мне просто приснилось такая раньше были пластинки мне приснилось пластинкой там было где там как пишут название песни и типа кто играет там было тимошин у вас меня рассказали что типа вы решили по фамилии там но это ну фамилия да но просто я как это сформировалось во сне то есть ну получил что во сне каким-то образом фамилия трансформировалась вот и были в нас россии я бы сам не придумал что довольно абсурдно то есть как как именно при арте через а это еще ладно но как команда океана да странно звучит классно но как бы в этом смысл трудно сказать потом и потом я понял кстати в этом на самом деле смысл тоже очень похожий как бы на небо здесь и там были там на то же восхождение вниз но изначально было не совсем понятно просто ну прикольно звучало ну как бон джови да вот что это значит больше ничего не значит просто вот джон бон джоли как-то вот так вот а как понеслась вот это первые концерты как как бы вначале вот эта идея с кришна кором из но на самом деле вот уже там начали 90-х меня параллельно было я и музыкой занимался также брали правильно занимался этими вот этими как-то поиском ответов на вопросы ну да ну как бы возраст такой хотелось понять а что происходит как бы что это вообще хренать ну и вот я довольно последовательность искал одну для себя ответ на эти вопросы и в том числе вот там у этих ведических источникам не пойти книги они тоже они сами ко мне образовались меня просто на полке их их там подарили моей маме кришновицкий они продавались в магазине там напротив историческом отделе и там просто на регион красивой книжке вот а я как-то там что-то тоже какой-то очередной системе там голодал неделю там чтобы достичь как вот просветление приду вот и такой пошел к знакомым экстрасенсу мне померил поле такой ну знаешь мне кажется это не совсем твое то есть вот этим физическим вот этими епидемиями на ли только свое биополе сажать вам надо какой-то более духовную практику за хрень духовно практика носить такое вот да пришел домой такой достал эту книжку ну ну и как бы это это она со мной всю жизнь тоже как бы существует вот а потом какой момент когда уже ну мы уже в музыкальном плане продвинуться далеко как бы это уже было вторая половина 90-х годов вот и я знал что в америке существует группа которая играет свой стиль называет кришнокор группа shelter было 108 но и такой прям как конкретно хардкор как бы с текстами этом братом не знает они приезжали потом сюда вот я просто ну как мы это обсуждали как бы и возникла идея ну то есть и а и мы песнями тогда в тот момент они была песня кришна коншес нас такая там были мне до сих пор на этот реально именно как песня то есть там вот ну и поскольку поскольку так все совпало как мы решили решили ну то есть ну как-то это этот вектор тоже обознать что было просто ссылка что мы не только играем рок-музыка же ну что мы в принципе в этом направлении тоже но это что это часть на часть текстов часть музыки то есть на что это один из как бы отправных пунктов ну вот так вот это обозначили посмотрели что получится ну получилось что получилось ну там кто как на самом деле потому что когда то есть ну какие-то хардкор очки упертой сразу там а где это никакой не хардкор но я знаю что не хардкор то есть но я немножко другой хотел сказать таким образом ну вот где-то приобрели где-то потеряли но как эксперимент от был забавно тоже почему почему бы нет если ты так думаешь почему почему ну музыка она же пишется как бы от сердца и как бы должна в общем как транслирует то что чем ты живешь почему нет ну врача без границ работал только только я на самом деле ну да ну просто а ну да кстати они же кстати помогали снимать клип на песню чужая игла ну да просто но в какой момент у меня про знак знакомые мои ребята кстати ну с кем это двое из них они кстати играли у меня в группе они оказались ну вот там сотрудниками программу это снижение вреда вот и а мне просто на какой-то момент нужно была работа я туда устроился работать просто ну в качестве менеджера то есть я в главный офис там ассистентом главы миссии там все так ну вот а ноги где-то там как переводил где-то еще что-то вот она поработал там а потом меня отправили к ним тоже в эту программу и там я был менеджером вот этих программ там снижение вреда где там программ занимались профилактикой вич спида там гепатита c там и так далее среди потребителей наркотиков проституток ну и так далее а то есть это вы шприцы и раздавались когда до превратил раздавались ну шприцы раздавать не разрешали на стране и не разрешает по сей день ну в основном все сводилось к обучению людей просто как ну то есть они сейчас они например там сидят на героине ты можешь ну кому угодно говорить там чтобы он бросил но он как бы не воспринимает но если он сохранит здоровье там чистое время может быть к этому придет вот так такой принцип а чисто кому тоже не туда а чисто комнату таких ну когда-то можешь просить и врачу кого сделают не туда здесь у нас не у нас у нас нету но кстати неизвестно вот я как может быть о чести специалист я вот не могу сказать что я сторонник вот именно метадоновой терапии там так далее такая палка двух концах это много политики очень и что лучше для конкретно для потребителей наркотиков и для общества очень трудно сказать то что надо тут смотреть очень внимательно лозунгами не хочется кинуть я просто мне кажется как наркоман делать это в больнице под надзором людей то шансово умереть гораздо в разы меньше ну ему помощь могут оказать крайне сучь идея такая но если посмотреть там западных странах просто люди превращаются в овощи то есть они то есть если перед ним вообще не стоит вопрос о том что она в принципе это но не очень хорошая привычка в принципе лучше конечно завязать вообще снижение вреда но как строится так лучше все как бы завязать этим делом если не может завязать там уже вот это вот это вот это вот это а когда как бы вообще он снимается с поискодняет вопрос то это тоже ну такой не знаю фашизм просто людей в гетто в какой-то встала с врачами я в разу что их запретили по моему или нет я ушел уже довольно давно просто там вот эта программа закрылась когда начались какие другие там просто я попал тот момент когда там очень классно была атмосфера просто именно в плане человеческого общения именно с этими экспатами голландскими и между собой было в очках реально очень классно то есть там ну как то есть работает было очень трудно назвать и при этом в принципе платили неплохие деньги тогда там в до в долларах когда там подпадал все как бы рушилась просто был классно как бы именно вот как образ жизни не знаю то есть ну как ну как часть жизни это был это был прикольно вот а потом там уже через какое-то время включились там реально какие-то другие механизмы там все начали думать о деньгах там начали искать деньги эти гранты и так далее все там пересторились друг с другом я тут просто свалил и собственно съездил в индию мы записали альбом мертвый сезон вот так у меня перезаписать вообще на самом деле вот да просто вопрос так у тебя есть любимая песня вот представила сколько-то раз подряд можно послушать подряд 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 раз пять пусть будет десять пусть будет 20 пусть будет 100 от представь себе это записываешь песню вот эту песню не то что песню ты каждую партию он все ряда и редактирует это это не тысячи это десять тысяч может быть 20 может быть 100 тысяч раз и не одни про вот отдельный кусочек и так далее это на самом деле очень нагрузка на мозг нездоровая вот и с этим связаны проживаешь вот как это мне всегда казалось что просто объясню свою позицию потому что песни законченную в чем наша с вами позиция получается потому что в интервью сказать что песни живут своей жизни дальше всегда когда как в этом и суть то что не всегда когда что эту песню написал прожил эту всю историю с ней от момента написания до момента записи вот здесь все конечные точки дальше ты ее по идее то по идее я согласен по идее да а вот раз и не так в жизни бывает и это не только со мной это на самом деле случается вот был такой художник например в рубль который написал картину демон на полезном таска поэме так вот он уже она на выставке висела он туда пробирался и дорисовываю перед рисовал ну это то есть ну конечно это не совсем как спи это скорее отклонение от нормы но так так бывает вот в ситуации когда когда ты очень много экспериментирует как записывать не действуешь каким-то готовым уже правилам там и к канонам очень велик риск что ты получишь смешанный результат то есть тебя вот это устраивает а вот это тебе кажется что здесь как бы или ошибся или не доделал там так далее это в принципе но нормально для ситуации теперь эксперимента когда продюсерские проекты к этому вот люди изначально вот мы хотим вот это мы делаем это вот так мы получаем вот столько там понятно как бы вот а когда ты автор исполнитель как бы то тут немножко другая ситуация тут может быть по всякому но я я все я не стремился к этому я стремился переделать песни но иногда песни требует вот есть песни примерно океан я я и пытался переделывать в итоге сейчас мы играем в том же виде как записали вообще внули ну только мы пою чуть-чуть по-другому просто ну чуть-чуть научился петь за это время а также аранжировка то же самое вот там действительно действительно но на разгаде ему гениально аранжировка то есть я многие песни там могу развенчать как бы камень на камень оставить а вот здесь ну ничего не на меня есть песни где вот это круто вот это можно было бы сделать получше или или вот это совсем плохо такой тоже бывает ну чё тут делать можно город как бы делать вид что ничего не произошло как бы даже что я молодец как бы ну а зачем то есть ну но этот поиск разрушает и меня разрушает и людей вокруг а чё делать то есть ну тут или туда или туда туда сюда раздражает то есть тут надо определиться что ты хочешь если ты если хочешь стать рок-звездой это мешает мешает но для меня быть рок-звездой это всегда было средством а не целью то есть мне я это не считаю как бы плохо или хорошо это меняет просто средство это средство ну какой момент без этого был вообще невозможно записать альбом мертвый сезон без этого было невозможно что то что это стоило кучу денег ну и так далее а сейчас это не нужно вообще не нужно часто можешь там записать можешь сам продюсировать можешь сама издавать можешь сам рекламировать сам переиздать и что угодно может там делать вот и все как бы и я рад что вот этот путин пришел принципе к этому то есть ну сейчас ну такой степени свободы представить себе раньше было невозможно но как забавно как все перетекает как сообщающие сосуды чем больше свободы тем это компенсируется как бы какой-то странными ну не знаю кретинизмом вот как люди этой свободы пользуются но смотришь как бы ну сколько альбомов как выходит интересно сколько фильмов вот я не могу сравнить но реально 91 год там с десяток во первых платиновых это это во вторых платиновых а во первых ну гениальных альбомов совершенно разных каждый в своем направлении там вот иди развивай там бесконечно можно развивать в любой из этих альбомов причем в разных жанрах там это не только границ там бьерк где чего угодно кучу всего было потом хрящ 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 и вот блин это что сейчас происходит ну реально вот у меня просто как обыватель сходить смотреть фильм не нечего посмотреть тут реально нечего послушать ну иногда я слушаю интересную вещь происходит но это ну блин это такое мизерное количество при тех возможностях которые есть это ну вот так вот мир устроен то есть да то есть как все в нем не компенсируется а все как все сводится к этому животному вопросу то есть вот вот ну почему нельзя переделать песню да то есть но это неудобно слушателем я понимаю а почему им это неудобно вот почему участвовать на концерте ну как они же хотят себя соотнести с этим они же но например как у меня я пережил какую-то эмоцию да с этой песней и она мне нравится вот в таком время и потом из другой суши в 90 другой версии труда как придать ну а а что миша что мешает ну допустим ну хорошо тебе нравится вот в этом видео что мешает на воспринятие в другом виде что мешает в том что мне придется состоять и осознавать они придется осознавать понимаешь а в чем проблема на почему почему ну блин это же человек об этом о том чтобы осознавать елки-палки но на концерт держи не заедем а я за этим я за этим я прихожу на концерт для тот для того чтобы осознать как бы ну что я сделал это для этого записывал альбом и я все делаю для этого чтобы осознать допустим наслушался из девяностых группы небо здесь я все понимаю прекрасно я не понимаю почему я сейчас придет он же услышит совершенно другую музыку не час эти вот сейчас каким-то странным образом ударить по этому пути я дошел до конца как бы и вот этот круг замкнулся то есть на какие-то вещи они очень близко но не совсем близко многие прям очень близко то есть но мне кажется что важно проживать каждой ситуации все-таки до конца если если так получилось что вот ну там ты там переделаешь свои песни там еще что то уж надо уж тогда переделывать такой степени чтобы уже прийти к какому-то каноническому звучанию и тогда уже пытаться искать действительно но пытаться строить отношения со слушателем как бы так чтобы слушать любую удобно и мне по этой причине как раз ну собственно когда там не на этом лет десять может поменьше назад я просто ну понял что но нет смысла там особо биться головой как бы стену я просто ну свел к минимуму к публичной деятельности про занялся самой музыкой тоже когда ты записываешь альбомы играешь концерты у тебя на музыку вот как продукт нет вообще времени остается ты должен как белка в колесе вот в этом цикле производственном как бы вертеться остановиться и подумать как бы что такой муж как и сделать нет времени вот поэтому я понял что ну чем вот тратить время на вот эту всю возьму как бы тараканить и бегал лучше как бы просто ну спокойно вот позаниматься музыкой это надо реально накопилось во мне блин это тоже ну прик ну и класс классно когда вот есть возможность самому по записывать там купить там такой инструмент такой инструментом баритон там еще чем поэкспериментировать в . скотт уокер дать и того что он куском мяса по кубу куском мясо просто звука добиться мне кажется но не ну да ну джон болом записывал бочку там отраженную от бетонной стенки как будто это его знаменитый вода ливи брейкс песен шахте лифта можно записаться как ну да да кто-то внизу да то есть ну вот вот сейчас мне не искать как бы ну не искать не искать и не находить в решение творчестве это надо быть реально кем-то уже совсем отвержен ну как нет вас такого страха что вы придете к тому что ваша песня вдруг какой-то момент станут просто тупо тишиной тишиной да ну есть конечно страх страх всегда есть что ты все делал все напрасно естественно естественно есть такой страх но есть более страшные вещи есть более страшные вещи и на самом деле вот то о чем мы говорим это это то как устроен человеческое общество вообще в целом и это до конца вот эту ситуацию разыграл человек который звали йозеф гиббельс есть такой вот а его там известен его один из принцип который звучит так что типа чем более чудовищная ложь тем легче в нее люди верят это раз а если есть другой он говорил что типа надо научиться манипулировать самым тупым остальные подстроиться ну то есть а вот канал почему а почему остальные построиться очень просто потому что умный должен уступить вот это вот он ступает раз выступает два выступает три замбрасы елочки горе можно сидит в газовой камере со всей своей семьей и вот примерно то же самое я вижу как ключикой голубой огонек но это реально газовая камера я не знаю как вы газ то отпускает но фиг знает но это очень странно я просто помню вашу перепалку на телевидении когда вы пришли с вадимом на акустике играть и в общем близко на ведущего ну вся всяко бывает но это такая злость это спортивная злость то есть это просто но как бы сопоставление аргументов то есть мы же рок-музык играем уже не не ли печем как но мы если что-то говорим мы должны как бы аргументировать вот и все нужно просто использоваться телевизор проте чтобы промолтить тебя и ругать этот телевизоров это ну да это странно ну и что на самом деле зато и то роскошь вот этот роскош 어느 я могу себе позволить людей которые сядут в глухом огоньке они не позволить не могут вот и а кто из нас банк и 1 тогда как бы блин не знаю кто из нас богат или тоже который если позволить как бы за include своими именами или тот который будет лопать когда ему скажет зачем все это нужно если ты не можешь делать то что интересно то что хочешь делать я никогда не стремился попасть в такую такую ситуацию наоборот всегда пытался и было сложно на самом деле когда вот это возникла вся популярность я очень сложно было разрулить вот это как это происходило найти компромисс какой-то очень сложно то есть ну там и контракт уже и деньги вкладываться и все это блин был очень непросто но приходится выбирать а вы поехали да папа по россии поездили ну да был у нас там по пару таких туров причем ну во времена когда тоже еще сейчас уже сейчас только тот тоже ленивый там есть эти туры а тогда еще ну что же вся эта инфраструктура она была еще таком довольно рыхлом зачаточном состоянии вот мы ехали от калининграда до владивостока там что-то месяц это мы ехали там на поездах на самолетах на маршрутках где-то каких-то автобусах там и приехали владивосток открыли такую карту тоже был забавно ну но в то же время как бы повторить это повторять это бесконечно тоже мне мне про не хотелось то что было понятно что все равно там ну как бы вот такого огромного успеха у того что мы делаем как бы нет а вот так вот ну гробится просто не то чтобы так и сбиться головой в стену тоже но это было нему не мудро но мы пытались мы искали компромисс подбирали разные инструменты как бы там пытались и так и сяко но оказалось что компромиссов по большому счету нету то есть нет и не потому что мы плохие или кто другой плохой а просто вот жизнь вот так устроен то есть или туда или что если уж ты пошел по этому пути ну надо все-таки дайте куда-то ты должен дойти так далеко чтобы вот этой пустоты и тишины не было то есть ну если тяло там по дороге с копытиша ну дерьмо случается но как бы останавливаться там и уже там и там сожалеть о том что я не такой кретин чтобы заниматься тем что мне не нравится в эту страну а сильно отличается ну россии вот западной и восточной части в россии да насколько россия разные да и вообще не отличается у нас ну вот москва питера все остальное одно и то же ведь один одинаковые ну то есть не в хорошем и плохом смысле а просто именно в инфраструктурном и в архитектурном и так далее в таких смыслах ну вся страна устроен примерно одинаково ну да ну люди но это кстати круто что ты месяц едешь как бы везде люди говорят на одном языке примерно одинаковые вещи это на самом деле вот это очень странно то есть это вот в европе от них никто никогда не поймет то что там ты сел на машину бамсы ты уже там деньги из германии там или из голландии бамсы уже в италии там другой язык другая еда все другое то мало то есть это не объяснишь никому никогда в жизни да то есть вот мы сейчас говорим когда где-то люди уже спать ложатся там так далее ну это уникальная совершенно ситуации в принципе ну вот вот именно вот так вот проехав как бы страну ну пришло хоть понимание в какой стране ты живешь вообще почему все так они по-другому там и так далее но это в этом важно на сами как это служить когда возвращался из америки в россию на поезде проехал тоже с востока на запад и что вот окунуться в атмосферу какой-то такой это самое естественно испытательский смысл в этом был тоже вот с точки зрения шоу бизнес все это все это было идиотизм не могу прямо сказать ну я не знаю то есть а чё ну стыдно не стыдно сейчас вот это все так странно на самом деле но вот группы которые скажем браку была группа рэд хотели пепресс они выпустили гениальные там пару альбома по крайней мере играют круто но вот что они сейчас делают как бы там последний честно говоря я не сказал что вот это прям какой-то эталон ну и на таких примеров то тоже много и то же время ну у нас есть вещи которые ну не только не стыдно которых новым прецедентов нет на западе тоже просто но это как бы у нас принято считать что рок музыку надо четко вот форматировать под запад ну а зачем вот тоже тоже один из этих штампов а зачем это нужно она есть как ну на на экспорт да но чтобы на экспорт у нас вот из всех групп вообще которые были за все время но действительно экспорт пошла единственная группа мне кажется я могу ошибаться ну там может но не сильно и ошибаюсь от группы песниры которые не среди иммигрантов а эту длину среди при среди обычных мейнстримов американских слушателей достигли вот их слушали а и вот так открыв рот эта группа песниры вот и все и где тут вот это там где где вот эти вот роковые стандарты то есть тут тут никого-то не удивишь на западе вот тем что ты сделал сделаешь все по их правилам это никому не нужно это ну ту путь никуда и и пока вот это все вот это отыгрывается вот этот рецепт как бы вот это общем собственно месте ну это уж самые а какой из них первый до чужая глава ну ну да но там тоже странно он снимался ну просто как бы нашел с режиссера вот и тишкин как который в принципе готов было него было интересно это делать вот ну нашли деньги ну все и как все эти собрали вместе я ну на мой город никого не клип тоже а просто ну блин тоже такой а отчет обсуждать то были ночью основная праве в это придачу 12 злобных зрителей поставили сначала клип против а потом открыть учет обсуждать куб рейджи круче клип естественно за ними россия москва и арбат там шоу-бизнес там этот бентли естественно ну то есть это там три поколения или там четыре уже сменилось рокеров естественно и люди которые снимают это все это ну понятно что ну нельзя сравнивать такие вещи это понятно сделано что странный такой клип или просто дни они нет просто он там такой получился запись там была снята там тоже за записывалась там там не помню что относитель был сейчас уже не вспомню что заносить ну да ну значит о чем мы говорим все это было в таком зачатом зачатки стали не ес что там могло быть интересно это именно сами идеи вот идеи они были они есть как бы они действительно они на западе могут кого-то удивить как бы и у нас они как бы могут кого-то удивить так далее вот это важно то что но сейчас играть в принципе все научились а что касается содержание и вот именно идеи музыкальных идей или там что раньше называл назывался нас сейчас называется контент вот контент от браболику технологический термин вот с этим как бы все довольно тухло на мой взгляд а так вот какой как вот песни цикл проходит пишется текст и потом начинается музыка ли появляется музыка сначала так у тебя у меня мелодия в напиши на ней текст но на самом деле у меня все довольно долго происходит обычно там вот есть какие-то элементы музыки есть какие-то элементы текста и они вот так вот перемешиваются как не знаю то есть они как в фильме в этот самый терминатор где там терминатор был жить жидко-жидко металлически вот они так сползаются постепенно вот и плодни иногда иногда там ну а как вот музыкального фрагмента я отталкиваюсь как площадь потом пытаюсь какой текст придумать иногда наоборот потом это все меняется и вот и вот мы сейчас выпустили песню новую злой я очень хорошо помню момент когда я начал они работать это было как раз кутом 2001 2002 год сейчас вот прошло сколько там 15 лет то сейчас вот пазл такой собиралась да вот просто дозрел дозрел вот это все хотя и все эти 15 лет я ее пытался играть как бы то есть ну собирал и так и вся как бы она фигурировала их на концертах где-то не знаю честно говоря вот тысяч такая фигня когда записываешь песни и очень трудно потом живем исполнить то есть это какая-то метафизика черт происходит я не знаю но она вот как бы уже от тебя отдельно начинает жить как бы и фиг знает были песни которые вот вы заново открылись а то есть каждый раз вы и такой играть со своей до своей вот и вот смысл этого все это все идиотизма с переделами песен он именно в этом и состоится в том чтобы действительно ну вот когда чувствую что песня начинала начала угасать когда ты играешь чувствуешь что что тут ну если ну рассматривать вот этот этот метафору с тем что песни живые существа это начинаю чувствовать что ей как бы вот тесно но как мы же детскую одежду не можно на себя натянуть и не помещается вот это вот как душа я как будто текучие сущности раду ускользать остается вот тут вот тогда аранжевка просто труп и ты понимаешь что да ты можешь воспроизводить и может наш кому-то понравится можете даже за деньги заплатить но смысла в этом нет никакого и вот и вот приходит приходит начинаешь думать что делать что делать и пытаешься искать какие-то способы реанимировать оживить и призвать как бы вот опять в какую-то форму вот это вот эту сущность на самом деле это в музыке это вот в рок музыки необычная вещь а в джаз например это нормальная вещь называется эта тема то есть она вот есть какая-то тема и она обрастает разными раду любыми аранжировками вот просто ну урок музыки так не принято ну сочувствую я люблю рок музыку в ее как бы нормальном классическом виде тоже но это как бы я шучу стали то есть ну но и всегда и всегда есть всегда есть куда расти как бы и рок музыки и нам как бы и джазу я на чему-то да не ради вас почему рок музыка ну да то есть но в рак музыки вещи более интересны чем джазовой музыки джазовой музыки свечи более интересны чем мне интересно как раз когда зачем вот это заграничивать я зачем блин вот загонять себя в гетто самому культурное но если так удобно людям я никому с этим не лезут я сейчас занимаюсь просто самой музыкой и в принципе но мне нравится нашел как гармоничный для себя режим время от времени мы играем концерты время от времени какие-то релизы делаем ну и в принципе это тоже нормально для шоу-бизнеса как бы он так устроен люди записывать сингл и смотрят на реакцию аудитория если есть реакции можно записывать там альбом там еще чем делал я смотрю как если что-то из этого будет получаться может быть еще чем-то а живых концертов меньше достал это мы последнее время вообще просто когда делаешь новую программу это уходит обычному год ну то есть по нормальному год уходит на новую программу а их программе я переделал за последние десять лет вот примерно столько сколько лет на получать что в год ты играешь там два концерта может три максимум за последний год вообще один нас сейчас получается концерт то что ну вот это новый до этого мы играли акустическую программу тут сделал вот это вот нарисовался программа небо здесь пусть и motion вообще друг сшим тем то что мы делали до этого и вот получается что да что что концерт немного ну что но зато вот естественный как бы рим получается для меня если вдруг станет естественным выиграть концертов больше я не против я с удовольствием я просто нет ну вот как раз вы нравится как вот именно сцене вашу тут энергию концерт на прям мы стараемся дальше он чтобы не было ну проходных концертов чтобы если не с тебя нет нет энергии вот этой который ты можешь ну людям отдать поделиться то нечего там делать на этой сцене сидит там студии или там на репетиции или дома или в горы поезжай там вариантов много вам уютно на сцене ну когда все получается не то что уютно просто этом растворяюсь как просто в этой музыке если все получается случается такое иногда не то что уютно просто ну это экстаз не почитается как то зачем музыкант все делает энергетическом уровне то просто частью очень мощных энергетических полей там процессов и так далее ну и просто понимаешь вот час моя жизнь достигла совершенства потом через там пять минут все может опять перевернуться но вот этот момент и помочь сюда все сегодня все не зря а большие вот эти как за большие площадки или маленькие клубы ну сейчас естественно небольшие вот у нас будет 16 тонком концерт потому что ну на промо время особо ты не остается без смысла нет но зачем делать большой концерт если ты не готов это дальше делать надо сначала убедиться самому что вот эту программу ты хочешь играть там при этом пять лет я в этом пока не уверен ну да да а группе на бездеть ну да получается 20 чем-то лет ну сейчас скажу но тимошно человек от начале девяностых соответственно 20 лет уже есть ну да а когда вы сейчас именно вот мотивация именно вот если по молодости да это там типа достичь каких-то вот именно высота там где-то я хороший музыкант я выпустил альбом это вот мотивация так что сейчас мотивирует вас на самом деле у меня мотивация не изменилась то есть мне и тогда ну альбом этот все интересно конечно но мне просто реально хотел сделать музыку которая мне понравится самому вот сейчас тоже самое пытаясь сделать музыка которая мне ну будет нравится какое-то время достаточно вот и все приблизился к этому или нет трудно сказать потому что ну вот мы сейчас собрали очередную программу ну вот мы сыграем концерт сыграем другой будет видно а так мотивацию не одинаково то есть ну-ка на концерты это интересно альбом это интересно популярность это интересно когда идешь по улице кричать тем что же интерес но остановиться рабом всего этого как бы это это не интересно быть работе я не знаю чего это русского город быть рабом класса пойду устроюсь не но почему ну фиг знает это для меня быть рабом а для кого-то это может нормально для кого-то наоборот это сам выражение есть люди тому ну как не знаю которые себя выражают вот таким образом то есть они там не на общаюсь с фанатами там и действительно это круто был бывают но я не такой человек для меня себя выражая через музыку через там поэзию так далее и для меня вот это важно сумела я это сделать или нет то есть она там нет смысла писать а фаната меня смысл вам писать не я сам кстати у него нет неправда я вот у меня в контакте пишут я обычно со всеми нормально общаюсь на стараюсь по крайней мере ну и словечески как бы вниз не с той позиции там что не знаешь что я там нет еще не закрытый человек а не закрытый человек ты не просто я понимаю что многие вещи которые мне понятно для людей не могут непонятные в этом смысле я постараюсь ну как бы выстраивать какую-то удобную дистанцию для себя для людей чтобы просто вообще нормально естественно как происходило не было таких заруб как бы ненужных зачем ему объяснять людям то что им в принципе ну не нафиг не нужно и надо например прийти на концерт и по кайфануть от твоих песен это нормальная мотивация как бы и с этим можно работать как бы все то есть на укладом возникает вопрос я тоже стараюсь а какой самый странный вопрос вам задавали фанаты именно такой прям который ставил только в тупик его почему ты спрашиваешь это не бывает а когда обидеть хотят вот это странно зачем это когда мой человек начинает гнать какую-то мне знаю там ну просто хочет плохой сказать я дать себя непонятно зачем тратить свое время там силы не знаю там вот на то что не заприну как прикинуть форму при в интернете это вот это написать написать писать в этом не одну стран действительно всегда можно найти какие-то но темы которые интересные для тебя или другого человека зачем зачем один там индийский там святой который ну неважно вот нему потом пришел человек какой-то не говорил про автогонки очень долго и вышла от него с убеждением что чувак очень круто шарит в автогонках очень далеко потому что ну просто как бы роскошь общения заключается в том что ну просто мы пытаемся как бы быть интересным друг другу там слушать ну у все у всех есть что-то интересное в жизни зачем медитировать как-то пчела везде ищет нектар для меда муха везде ищет дерьмо как бы человек он сам решает кем быть ну я предпочитаю пчел по жизни мухам а ну и классический вопрос финал который обычно всем сдаю это а сегодняшнего дня плюс 20 лет как вы видите да фиг знает вообще понятия но я просто живу на самом деле одним днем так большому счету искать я перестал планирует что что-либо очень давно я понимаю что ну мы в моей жизни она нас на такой тонкой ниточки висит как бы что на честном слове говорится что планирует этом в моем случае это странно было бы ну через 20 лет если я доживу будет такой же день как сегодня я над я думаю то есть ну я также надеюсь на и найду чем себя занять как бы и также найду с кем пообщаться вот и мы так далее ну надеюсь единственное что если эти 20 лет я буду себя чувствовать физически смысле более дряхлым человеком то моя как бы ну духовной составляющей будет достаточно свободных потому что не хочется конечно мне кажется это довольно страшно к человеку к старости не освобождается от этих всех вещей не приходит ну какому-то осознание которое его уже как бы поднимает надо этим все ну и честно говоря ну основании думать что будет по-другому меня большом счет бы тоже нет ну если всю всю жизнь ты этого добиваешься то вполне логично что к этому ты брешь оглядываясь назад вот на весь этот путь он вам нравится выбор ну и что то чтобы вы хотели бы изменить дьяволе как меня не оценивание ну естественно есть вещь которые не то что не нравится а просто муж как какую вообще просто есть вещи которые я считаю что даже запросить нельзя вот реально не с религиозной скоток не просто нельзя простить вот и есть вещи которые ну ты понимаешь что как вообще это сделал это так круто такие вещи тоже есть но это как бы люди которым все нравится всегда это принципе но это больные люди есть есть болезнь так и психическое называть синдром дауна вот тут всегда какая-то пропорция есть им человек человек отличает то как он с этой пропорции умеет работать насколько он может извлечь из ситуации как бы сделать правильные выводы и как бы исправить те ошибки которые он совершил и замолить те грехи которые он совершил потому что сожалению в жизни есть вещь которые править прощать нельзя ни себе ни другим то есть помиловать можно не убить за это не казнить а вот про это прощать нельзя то есть я могу понять не могу просить это не ну как бы не в том смысле нельзя прощать что надо осуждать человек а в том смысле что надо папа ма помочь и себе человеку как бы сделать правильные выводы нет нельзя оправдывать какие-то вещи нужно помочь как бы двигаться дальше вот потому что ну если там не знают если если любишь человека как бы там если родители любят ребенка к его не должны ему все время прощать и не хадах на им помогать развиваться заботиться его жизни чтобы он не упал там не разбился также и человеческое общение мне кажется но если мы чувствуем ответственность за то что с нами происходит а то что происходит там с людьми с близкими или просто ну не за это мы не идешь по улице ты же не можешь сказать что тебе плевать на всех этих людей там ну там не за поможешь коляску поднести еще что как 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 мы не пытались как бы это игнорируется ром и люди как бы и так далее вот я для себя такую форму с этим прощением нашел то есть но это не такой ниги это не нигилизм а просто чисто технический как вопрос потому что если ну прощаешься на себе какие-то такие действительно нехорошие вещи совсем нехороший то блин то значит что скорее всего то их совершишь опять не не вынесешь урок ну да а как музыка все еще будет до превалирует там через 20 30 лет вы все еще прям я могу только как сказать я музыки служу если она как бы соизволит но она как бы вот такая странная вещь а много раз вот когда я на каждом этом витке доходишь до предела уже было что все все то есть ты трубка пустой как бы не знаю бессмысленный абсолютно никчемный человек и через хрясь вот именно когда доходит до этой точке как пластинка раз и начинается другая дорожка и ты будешь господи я вот те же самые вещи которые додумал уже все они для тебя ничего не значит как бы они опять начинают играть красками оживают и вот это удивительно удивительно что вот в музыке на самом деле вот это вот это столько измерений ну кажется иногда что ты все уже об этом знаешь а потом качество не знаешь вообще ничего значит чуть-чуть ну да нет очень это то что отличает музыку от многих других вещей я хочу сказать спасибо что пришли это был очень интересный позадок то есть как вот сюда мне бывает такой не запишу я собираюсь задавать одни вопроса в чечении беседы но это значит беседа получилось ему беседы они все уходят интервью там еще что-то мне тоже нравится им беседа того что ну как бы в этом есть как бы циркуляция энергии это круто я знаю как раз пытаюсь дать интервью все таки же но вышел беседа так беседа пусть будет так ну вот хочу сказать вам большое спасибо за музыку во первых потому что очень нравилось очень долгое время и много слушал возьму что-то все-таки получилось если да и хочу чтобы как хотелось бы чтобы не дальше творили спасибо вам большое спасибо вам будем стараться пока у нас Продолжение следует...